здравствуйте с вами снова slayer и сегодня мы поговорим о новом немецком ст 8 уровня indian panzer прежде чем рассказать об этой замечательной машине я хочу поблагодарить игрока zardon который предоставил мне свой аккаунт для того чтобы я мог покататься на индейце сам я данный танчик и еще не прокачал чтобы получить свой ангар indian panzer вам необходимо на вк 3002d откатать немало боев обить 81 тысячу опыта и потратить 2 миллиона 420 тысяч серебра по прокачке наверняка у вас уже исследованы вот эта прекрасная пушечка с тигра разумеется вас исследована данная рация и больше у вас отсюда ничего не исследовал однако для того чтобы поставить пушку от тигра вам будет не хватать грузоподъемности поэтому хороший вариант в данном случае временно поставить усиленные рессоры 2 класса что позволит вам уже поставить пушку от тигра и хорошенько нагибайтесь далее вы уже можете выкачать рацию или ходовую которая стоит 14 тысяч опыта и после этого переходить уже на прокачку пушки танчик фактически мечта мечта любого немца почему мечта любого немца и почему я вынес это в название ролика а потому что танчик владает просто великолепными углами вертикальной наводки вот на этой картинке вы видите как склоняются орудия у премиум т-34 и у нашего индейца видите у индейца даже немножко угол склонения получше хотя по техническим характеристикам он у них одинаковый 10 градусов поговорим о схеме бронирования и так схема бронирования индейца что у нас здесь есть интересного самое интересное что наверно больше всего привлекает внимание это обсуждение маски а именно у нас есть броня 130 миллиметров по центру маски но нужно заметить что к концу маски броня гораздо слабее в районе 55 миллиметров и действительно в ходе боев верхнюю часть маски мне пробивали совершенно спокоен то есть маска не панацея были пробития и по центру маски когда бои шли с десятыми уровнями то есть 130 миллиметров это хорошо но за маской брони нет то есть есть только броня вот здесь на стыке поэтому учитывайте это не считайте что можно маской вытанковывать то есть такое не получится что еще передняя часть башни имеет бронирование в 90 миллиметров но как видите гнездо для пулемета расположено строго вертикально и сюда также идут совершенно спокойно пробития то есть у меня были пробития важный момент по передней части еще то что в коллижен модели как вы видите существует вертикальная полоска то есть полоска с нулевым углом наклона хотя графически и быть не должно здесь должен быть наоборот острый стык верхнего и нижнего бронелистов их здесь нет и как на льве здесь существует вот такая вот полосочка за 20 боев у меня пробития в нее не было но если вы будете воевать на слабых машинках то знаете что здесь пробить можно то есть прямо на стыке можно пробить что еще несмотря на большой наклон брони передней мы имеем здесь не очень большую толщину в районе 60 миллиметров и имеем боеукладку расположены спереди вот здесь то есть вот выкладку здесь расположена и когда вам попадает в эту часть у вас большой вероятностью повреждается боеукладка если вам не повезло и попал вас кто-то очень большой то возможно вы взорветесь у меня такого за 20 боев не было но трижды боеукладка была повреждена по гуслям гусли как таковые урон особо не держат то есть индейцы не настолько браверированы чтобы кто-то пытался выцеливать катки передние еще что-то такое не требуется то есть он достаточно слабо бронирован и поэтому единственное правильно как с ним работать это работать через башню тем более что у нас углы вертикальной наводки великолепны борта абсолютно картонные 60 миллиметров пробиваются чем угодно корма еще хуже 45 миллиметров что еще интересно пробития в принципе хватает но когда у вас тяжелая цель или вас закидывает десятым уровнем а вас будет закидывать десятым уровнем то голда вам поможет пробить то что не пробивается или когда вбр начинает шалить поэтому возить несколько золотых снарядов обязательно один-два фугаса тоже можно носить для того чтобы забить гарантированно захват противника сардон возит два ремкомплекта то есть маленький и большой почему он так делает потому что видимо вы укладка критуется у него чаще чем у меня и соответствую ремонтирует собственно да из 20 боев как я уже говорил три уже не повреждали боеукладку и два раза это было в одном бою то есть два выстрела подряд и было повреждение боеукладку но это такой единичный случай почему здесь нет огнетушителя так как трансмиссия расположена сзади то спереди вас поджечь нереально соответственно поджечь вас можно только сзади до 20 боев меня подожгли ровно один раз это был выстрел и с 8 практически в упор когда уже команды оставался один я и соответственно я загорелся но это было ровно один раз на 20 боев поэтому да в принципе огнетушитель возить не обязательно страдает ли машинка от арты от арты машинка в принципе страдает также как и любой слабо бронированный танчик то есть арта 7 уровня совершенно спокойно вас может заланшотить если попадет например бронебойный запустим а если попадет рядышком то оставит вам хитпоинтов так 400 500 зависит от того как удачно она попадет то есть не надо лезть под арту я думаю к восьмому уровню это вы должны уже уяснить я использовал на этом танчике два сетапа второй сетап вы видите сейчас то есть это стабилизатор досылатель и приводы наводки так как я люблю больше агрессивный стиль игры и в данном случае такие модули подходят мне больше что еще можно сделать а можно прокачать танчик на обзор то есть заменить например стабилизатора на трубу или на оптику обзору танчика 380 метров в принципе это хороший обзор но при желании реализовать тактику пустового снайпера конечно можно качать маскировку у персонала что мы здесь как раз и наблюдаем почти у всех выкачена маскировка кроме командира которого она еще докачивается то есть зардон предпочитает на этом танчике тактику снайпера причем снайпера второй линии танк хорошо себя ведет как в виде снайпера так и хорошо себя в виде машинной поддержки плюс иногда ему конечно приходится выполнять роль первой линии хотя конечно данная роль машине не свойственна ну что ж посмотрим бой химмельсдорфе это встречный бой и стандартная нычка для т-34 сейчас будет использоваться мной для обработки позиции противника это бой восьмого уровня и так напоминаю что в данном бою я хочу показать о том как можно использовать увн который у нас более чем прикрасить смотрите видно только маленькую часть башни с ушкой и начинаем наносить дамаг фактически комментировать здесь нечего единственное что данная нычка не очень хороша с точки зрения арты потому что арта может накидать враги начинает тихонечку сливаться голову поставлен на гуслю первый каток принимает урон лев разобран начинаем обрабатывать персика но бой практически не требует каких-то дополнительных комментариев настолько все просто и очевидно то есть я сейчас нахожусь в очень хорошей позиции меня практически невозможно застрелить вот видите на меня истреновелся и сразу откатился и он сразу выбрал ко мне интерес даже защита 110 не спасла ее собственно говоря мы уже если больше 2000 дамага и от противник остались жалкие крохи то есть бой прошел очень быстренько я меняю позицию и начинаю все так же использовать свои прекрасные увн для того чтобы добить врага здесь у нас начинается погоня за елкой елка убегает и я догоняю как обычно по динамике посмотрите мы прекрасно работаем динамика у аппарата отлично остается врага единственная елка как видите она далеко от нас не убежала хотя она конечно может превоспит по скорости 50 километров выжить из индейца не проблема последний секунды боя где у нас будет добивать так нанесено 2800 дамага я не получил ни единой царапины соответственно ремонт тратиться не на хороший прибыльный бой динамик да Продолжение следует...